Добрый день, дорогие мои садоводы и огородники! Я Бабин Иван Васильевич, огородовый садовод. Рад приветствовать вас на канале Дача без проблем. Друзья, в сегодняшнем ролике я постараюсь коротко ответить на некоторые вопросы, которые вы задали под роликом, где я рассказывал подробно об основных обработках сада по защите от ритм болезни в течение всего сезона. Спасибо вам огромное за вопросы. Не стесняйтесь и в дальнейшем задавайте любые вопросы. Я постараюсь по возможности на них отвечать. И вот первый вопрос. Подскажите, что делать с защитными очками, чтобы не запотевали? Купите специально очки, у которых по бокам, там, где резинка или ремешок крепится, есть специально отверстия по бокам. И вот через эти отверстия будут как бы продуваться, такие очки как бы не потеют. Ну и еще я совет дам. Вот я на практике, опрыскивая деревья, использую щиток, который, как правило, применяется при работе болгаркой. Вот вы его надеваете на голову, закрываете все лицо со всех сторон. Но оно у вас практически там внутри под щитком, обдувается ветром. Вот это оргстекло не запотевает и отлично, хорошо защищает все лицо и даже шею. Ну а на голову в этом случае можно надеть шапочку, чтобы на волосы там капли препарата не попадали. Вот таким образом лицо защищать обязательно нужно, чтобы в глаза, в рот, в нос капли раствора, которые вы применяете, не попадали. Так, есть мнение, что если не применять пестициды в саду, может возникнуть баланс между вредными и полезными микроорганизмами и насекомыми. Особенно если правильно помочь в возникновении этого баланса. Ну что я хочу сказать по этому поводу. Да, действительно такое мнение есть и оно правильное, что если перестать обрабатывать, то баланс этот может восстановиться. Но восстанавливаться он будет не одну тысячу лет. Ведь на земле до начала активной деятельности людей, в течение миллионов лет может быть создавался вот этот баланс, экосистема, где все было природой урегулировано и не было таких вспышек различных вредителей и болезней. Природой все было отрегулировано. Человек своей активной деятельностью за последние сто лет все это поломал. Причин тому много. То есть начали распахивать много новых земель. И самая основная проблема это в сельском хозяйстве, ну на полях, особенно когда вот и у нас в стране после революции вот была коллективизация, создавались колхозы, совхозы. То есть стали большие площади засеваться одной и той же культурой, то есть монокультура. И это подтолкнуло тому, что достаточно быстро стали развиваться некоторые насекомые. Часть из них оказались вредителями. И они развивались очень быстро и в больших таких масштабах. С ними вынуждены были начинать вести борьбу. То есть природа быстро не перестроилась. То есть такого природного регулирования, уравновешивания не получилось. И тогда люди вынуждены были искать другие способы защиты растений, зерновых, овощных. Садов стали сажать много. И сады стали большие. Не маленькие там садики по нескольких деревьев, а несколько десятков, сотен гектаров стали сажать сады. Так вот, вынуждены были искать способы защиты. Начали создавать различные препараты. Инсектициды от вредителей, фунгициды от болезней. И применяя их, стали быстро и сильно нарушать вот этот баланс. А природой установленной в течение миллионов лет. Значит, вместе с вредными насекомыми погибали и полезные насекомые. И вот сейчас сложилась ситуация такая, что если сразу и быстро отказаться от применения средств защиты, то есть вот как вы пишете вопросы, часть урожая будет теряться, но забот минимум. Да вот в чем проблема. Не часть урожая, а весь урожай будет практически теряться. И мы не сможем получить нормальную здоровую продукцию вообще. Или очень большие будут потери. То есть может наступить голод, то есть нечем будет питаться. Вот поэтому мы вынуждены, к сожалению, в сельском хозяйстве и в крупных хозяйствах, и в наших личных подсобных хозяйствах, на огородах, в деревнях, на дачах, применять средства защиты. Просто применять их нужно грамотно, правильно, своевременно, чтобы по максимуму была польза, чтобы уничтожить именно вредителей, которые могут нанести вред. И по минимуму наносить вред окружающей среде, окружающей природе. По минимуму уничтожать полезных насекомых. Если бы вот взять такой идеальный случай на каком-то острове необитаемом или где-то там в тайге вдали от цивилизации, то там можно было бы попробовать вклиниться вот в эти природную как бы среду и вести хозяйственную деятельность, не нарушая вот эту установленную природой экологию и получать нормальные урожаи, не применяя никаких средств защиты. В наших условиях реальных этого добиться, к сожалению, невозможно. Посмотрите ролики у меня есть на эту тему, где я рассказываю о правильном применении препаратов и влиянии их на окружающую среду и как грамотно построить систему защиты сада и огорода. Следующий вопрос. Прошу совета в борьбе с хрущом. Два года боремся с этим обжорой. Малина, клубника, капуста на нашем участке почти пропали. Как защитить, скажите, пожалуйста. Ну, хрущом вы имеете в виду личинок майского жука, или в народе так он называется этот вредитель, или хрущ майский. Сам жук вредит молодым деревьям, повреждая листья. А в основном вред приносит личинке, которые в земле живут 3-4 года. И все эти годы личинки активно питаются живыми корнями молодых деревьев, кустарников и овощных растений. Бороться с ней достаточно трудно, потому что живет в почве и не всегда ее видно. Но есть против нее средства и способы защиты. Я о них неоднократно рассказывал. Самый простой – это инсектофунгицидный протравитель «Престиж», который применяется для обработки картофеля перед посадкой. Вот этим «Престижем» раствором, или аналогом его респектом, можно поливать грядки с овощами, с цветами, поливать молодые деревья и кусты, когда сажаем их. И потом в течение 3-5 лет, пока они еще молодые. 2 мл на 10 л воды. И если деревья, кусты, то при посадке по ведру выливаем в посадочную яму. Ну а потом в дальнейшем весной и осенью можно под эти деревья 2-3 летние, там по 2 ведра раствора такого вносить. При посадке рассада овощей, когда будете высаживать в ближайшее время, можно приготовить раствор 2 мл препарата «Престижа» или «Респекта» на 10 литров воды и 200-граммовый стаканчик раствора в лунку. Ну а летом под уже растущие помидоры, большие, с завязями, с плодами, под огурцы, можно вносить в почву по литру такого раствора. Из расчета 2 мл на 10 л воды. Не переживайте, корни будут впитывать этот препарат, поднимать по стеблю в листья. Листья будут надежно защищены в течение как минимум 30-40 дней от вредителей и сосущих, и листогрозущих. Стебель будет защищен. И корни в земле также будут защищены от почвенных вредителей. А из листьев в плоды этот препарат передвигаться не будет. Если у кого возникнут проблемы, и вы не сможете приобрести эти препараты, то в магазинах сейчас есть другой препарат «Актора». Вот этот препарат системный. Он применяется и методом опрыскивания по листьям. В этом случае берется 2 грамма на 10 л воды. И его же можно официально, он зарегистрирован. Для применения в почву по 1 мл на 10 л воды поливаем деревья, когда сажаем, и кустарники. Поливаем молодые посаженные деревья, кустарники от сосущих и листогрозущих вредителей. Рассаду, когда будете сажать, также по 200 грамм раствора в лунку. То есть 1 грамм на 10 л воды. И вот по 200 мл в луночку при посадке рассады. В тепличку или в открытый грунт. Ну а летом потом можно применять «Актору» поливом под корень под большие растения, уже полоносящие, овощные я имею в виду. Значит, помидоры, огурцы. Вот капусту не нужно, потому что у капусты в основном листья, и препарат будет передвигаться в этот качан, в эти листья. Особенно раннюю нельзя. Если позднюю можно, летом, к осени к уборке капусты, все это разложится, то под раннюю капусту не нужно. А помидоры, огурцы спокойно можете защищать от этих личинок. Здравствуйте! А кроме опрыскивания не пробовали удобрять растения? Все хотят кушать. Ну это если ко мне вопрос, вот я чаще всего в роликах отвечаю на ваши вопросы, ну большое внимание уделяю защите растений от вредителей болезней. И почему я это делаю? Нет, я иногда рассказываю, отвечаю, когда вы задаете на вопросы. И как ухаживать, и как поливать, и чем удобрять, подкармливать. Вся эта информация есть. Смотрите роликов-то у нас много на разные темы. И если вопросы будете задавать, я на них буду отвечать и дальше конкретно. Ну так вот, а теперь вот на этот вопрос отвечаю поконкретней. Но представьте себе, что мы выбрали, заплатили деньги, посадили отличнейший сорт. Правильно его посадили. Правильно его обрезаем, формируем. Регулярно поливаем и подкармливаем. Ну все делаем для того, чтобы дерево или куст отлично рос, развивался. И вот он начинает полоносить. А мы остановились. И больше не делаем ничего, чтобы защитить эти плоды и ягоды. И вредители болезни все спокойненько съедают, уничтожают каждый год. И нам ничего не оставляют. И тогда у меня вопрос. А зачем тратить деньги, время и занимать место на участке, сажать эти плодовые деревья, ягодные кустарники? Что для червей, для жуков и разных гусениц или болезней? Нет. Это мы все сажаем для себя. Поэтому очень важно не только вырастить урожай, ну создать условия, чтобы он появился, а сохранить его до созревания, а потом, чтобы он еще у вас и всю зиму хранился. Там яблоки, груши в свежем виде, и вы кушали их зимой, свои вкусные плоды. А они думали, купить или нет килограмм за 150 рублей яблочек, которые сейчас продаются в магазинах. Ну и еще один вопрос. Значит, хотелось бы увидеть того человека, кто это все будет делать весь сезон. Очень сомневаюсь, что у кого-то хватит терпения, времени и всех препаратов. Действительно, наверное, такого человека увидеть сложно. Я даже не могу вам показать на себя и сказать, вот посмотрите на меня, вот я такой человек. Нет, к сожалению, по жизни так часто получается. Работаю занят, командировки иногда, и не всегда своевременно успеваю обработать все там на опытном участке и получить идеально, на 100% защищенную продукцию. Но в этом вся и проблема. Вот не хватает времени, терпения. Кстати, по поводу препаратов, слава богу, сейчас все есть в достатке. Значит, поэтому и результат такой. У многих в садах ни разу качественных плодов, неповрежденных вредными болезнями не было. И урожаи иногда получаются очень-очень маленькие и низкого качества. А вот в садоводчиках, хозяйствах промышленных, у фермеров, кто серьезно занимается выращиванием плодов, ягод, овощей, и кто по-серьезному занимается защитой от вредителей болезней, там получаются и отличные урожаи, и отличное качество. Делайте вывод, можете вообще ничего не обрабатывать, не защищать. Вы купите все это в магазинах или на рынке у тех, кто регулярно все защищает. Ну, а я на этом хочу с вами попрощаться. Еще раз напомнить, что кто не подписался на наш канал, подпишитесь, пожалуйста. Задавайте свои вопросы, я постараюсь на них в ближайшее время ответить. Всем хорошего, успехов во всех ваших делах.